Натуральные камни всегда манили Ларису Леже неповторимостью, силой, благородством. Украшения с камнями не только штрих-кобразу, но и обереги помощники, считает она. Сначала я просто покупала то, что мне нравятся, готовые какие-то вещи. Потом я уже просила, был такой период, когда меня это не устраивало. Я говорю, да, вот это вот так, но вот нужны перламутровые пуговки, вот здесь и здесь. Пожалуйста, мне сделайте именно так. Вот, в частности, вот этот кулон, например, да, вот мне понравился камень, предположим, вот сам кулон. И мне нужен был какой-то рисунок, но нужно было понять, что это. Вот это должно быть, да, нет, он не должен быть длинный, он должен быть короткий, да, он должен быть короткий. Он должен быть обязательно вот какие-то, нет, разные камни, как разные камни, да, вот пожалуйста. Друзья как-то заметили, пора самой браться за создание украшений, тогда точно получится так, как задумала. Так Лариса Леже стала автором коллекции ювелирных украшений. Говорит, когда кулон или серьги находят свою ценительницу, украшения начинают жить к своей жизнью, и даже автор не всегда узнает его сразу. Я говорю, ой, слушайте, какая прелесть, как мне нравится. Она говорит, если честно, так это же вы собрали. Я говорю, я? Вот это вот правда, что ли, неужели это я? Этого быть не может. То есть, да, 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 но это же вот вы. Я говорю, да, вот, наверное, это я. Вот теперь я вижу. И это я так смогла собрать. То есть, на самом деле, здесь есть волшебство. Это я к тому, что, ну, нам всем помогают наши помощники великие, да. То есть, когда ты попадаешь вот в этот транс, когда я говорю, там только одна задача, чтобы тебя не закрыли в салоне в 10 часов вечера и не остаться здесь ночевать снаружи. Вот. То есть, когда ты попадаешь вот на эту волну, когда никто не мешает, и у тебя только идет контакт вот с этим материалом, с этим изделием уже, когда оно уже складывается, с тем, что ты хочешь, там, с самим собой какой-то лад возникает. Вот в этот момент вот действительно руки делают сами. В библиотеке Горловского готовится экспозиция работ Ларисы Леже, мастер, давний партнер и друг библиотеки. Узнав, что она очень серьезно занимается камнями, камнями такими и полудрагоценными, и натуральными камнями, и зная ее уже работы, вот у нас появился интерес представить ее как автора этой выставки. Экспозиция симфонии самоцветов открывается 20 февраля. Будут представлены не только украшения, но и книги о камнях. Оксана Мирошникова, Михаил Кирзанов, Евгений Шевченко, программа «События».